И всем привет, мои маленькие любители трейда! С вами, как всегда, Кунька. Приветствую вас, как всегда, на моем канале. Сегодня у нас 34 трейда. Давайте-ка на них посмотрим. В оценочку инвентаря. Хорошо, что ли, Майк, давай оценю твой инвентарь. Дальше здесь у нас просто скинчик, но, чувака, больше кроме этого скина ничего нет в инвентаре, поэтому я, пожалуй, откажусь. Реально, у него инвентарь на 25 рублей, который составляет 25 рублей вот это вот таксидное пламя, поэтому лучше откажусь. Это окропление, если ты откосываешь мой трейд, то твоя семья умрет. Но я не знаю, на ком даунском языке это было заклинание, но я думаю, твой учитель по русскому языку застрелился нахрен, когда ты пришел к нему в первый класс. Дальше здесь у нас первый класс, а в первый раз минус 14 тысяч рублей, либо по-другому сколько там, 33%. Естественно, я хочу сделать такое же контрпредложение этому дауну, но по-другому я его как дауну назвать, к сожалению, не могу. Так, сколько у нас тут, 15 тысяч. Ну, типа, не, 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 15 тысяч, вот так, если бы, наверное... Блин, так 20 тысяч. Ну ладно, ладно, давайте уступим, возьмем вот так себе. Такой же минус, как он мне, в принципе, ну, он мне закинул минус 14,3, я ему чуть поменьше, да, здесь имеется переплата за флот, за 0,16 охотничьей кровавой паутины идет очень большая переплата, это надо прекрасно всем понимать, потому что, ну, вот так вот на кровавой паутине сложилось то, что у нас она имеет ограниченный флот-рэндж, и даже популярное качество после полевых, качестве 0,15, стоит очень больших денег. А дальше я здесь даже не знаю, как это комментировать, просто какая-то обезьяна решила, что если его скин в 4 раза дешевле, именно в 4 раза дешевле, чем моешь ты к нож, то он может на полном правиле мне такое кидать, естественно, закинул его черный список, а его мать составила ее уже использованные тампоны хавать, как макарошки, знаете, спагетти набирал прям в елочках, встасывал себя. Что у нас тут дальше, минус 60%, я не знаю, за что я должен здесь переплачивать, даже если типа 100% от двух наклеек на нитро, да не, спасибо, я не настолько конченый дебил, как твой отец, который дал шанс твоей матери. Дальше тут у нас тоже очень забавно, человек залетел, конечно же, в черный список, а его мать закинула я просто в контейнер с мусором, собственно говоря, где ей место. Смотрите, человек просит переплату за свои наклейки, я не спорю, за 100 наклейок каждый имеет право попросить 100% от одной наклейки, но он просит 100% от всех наклейок, почти 100% от всех наклейок. При этом он полностью игнорирует переплату за мои наклейки и переплату за мой флот, за 048 флот. На калаше Азимов есть переплата, то есть он полностью игнорирует мои переплаты и просит ему переплатить по 100%. Естественно, добавил человека в черный список, вот, ну а еще на лоб ему матери, знаете, вот эту использованную прокладку, просто на лоб ему взял, налепил, чтобы все видели, код красный, у человека с головой все очень плохо. Ку, удачи в трейдах, если что, мама, я на ютубе. Да, конечно, ты на ютубе. На ютубе, а где ж ты еще быть? Где ж ты еще быть, как не на ютубе, удачи в трейдах, если что, мама, я в ютубе. Ой, прости меня, мама, за то, что вырос я так рано. Здесь у нас фээто контор. А, я не знаю, даже закидыватель и контр-предложение. В принципе, ну, неплохой флот, да, то есть здесь есть небольшой верзофлот. Можно попробовать это как-то притянуть, я даже не знаю. Ну, давайте я приму все-таки, ладно. Я все-таки думал, ага. Два дня трейдбан, спасибо, спасибо большое. Я просто не видел, если тут трейдбан или нет. Трейдбаном я не буду принимать. Привет, хунька, можно в оценочку инвентаря? Привет, конечно же, можно. С удовольствием тебе туда добавлю. Дальше у нас здесь ВВ-шка на мой. Абик прямо с завода. Естественно, в минус мне 20%. Я даже не собираюсь делать ему контр-предложение по одной простой причине. Потому что, ну, это кончено. У него в интере больше, кроме того, калаша нет. Я не знаю, где он насосал, я не знаю. У учителя по физкультуре, я не знаю. У своего дяти родного. Да, типа, и он тебе радостный, хочет стать с этого трейдером. Но для того, чтобы стать трейдером, надо иметь хотя бы такую простейшую вещь, как калькулятор, либо приложение, либо отдельный девайс. Дальше здесь Аркана на мой скин. Может быть, если бы я был бы дотером, я бы обоссался от счастья. Но так я скажу, конечно же, не в жопу. Дальше здесь минус мне 4%. Имеется переплата за флот. Конечно же, плюс патент за триколору нету, конечно, да? Но, опять же, переплата 0.22, 0.23, 0.8. Это имеет все переплату. Небольшую, некритичную, но все-таки имеет. А он еще с меня до кит просит. Опять же, прямо с завода Диггл 0.69. Ну, такое себе, прям, ну такое. Я ему предлагаю закинуть ему где-то в минус, наверное. Ага, даже если так, это ему не хватает, вы прикиньте. Я-то думал, может быть, и да, и как-нибудь. Нет, что-нибудь, как-нибудь сделать танец с бубном, чтобы хватило ему на трейд закинуть. Но ему даже так не хватает, чтобы вы понимали. Давайте так сделаем. Дальше, блин, калаш ему не хватает. Если калаш убираю... Ага, если я калаш убираю, это как раз ему... Да ты прикалываешься, что ли? То есть, если сделать так... Ну, просто керамбит, опять же, патина. Блин, такое удовольствие ниже среднего. Такое удовольствие ниже среднего. Ну, давайте сейчас посмотрим, что у них по продажам вообще. Есть ли смысл отобрать. Извиняюсь, что прервал просмотр видосика, но хотелось бы каждого из вас лично пригласить в свою группу по трейду. Здесь абсолютно каждый свободно может выложить свое объявление на трейд. Здесь уже куча всяких трейдеров, хорошенький актив. Поэтому трейдер здесь может выложить спокойное объявление. Ну, а плеер может среди этих разнообразий объявлений выбрать нужный ему трейд, нужные скинчики и обменяться по более выгодному проценту, нежели мы будем обмениваться, да, сравнивать с Кайсмани, Трейджи Джи и другими сайтами. Также рекомендую подписаться на мою любимую группу. Группа называется «Я худею с ваших трейдов». В чем суть этой группы? Здесь абсолютно каждый может поделиться трейдами, которые отправляют им различные клоуны в огромные минуса и так далее и тому подобное. Поэтому группа реально классная. Люди жалуются, что им не приходят оповещения на ютубе, что вот пропустил видеоролик, пропустил стрим. Народно, на этот случай есть мой дискорд сервер. Здесь как только выходит видос, вам сразу придет оповещение. Как только я запускаю стрим, сразу приходят оповещения. На мой дискорд, на моей группе все ссылочки будут в описании. Короче, вот такой трейд получился. То есть мы подуняли человеку аппетиты. Получается здесь у нас калаш, эмка, авик. Ну и мы поставили калаш, эмка и авик. Если честно, здесь на авике, оказывается, я посмотрел паттерн. Здесь получается, если не забуду, если он не затрейдит его, я вам покажу. Если не забуду во время монтажа, либо уже может затрейдил этот авик. Ну не суть. Короче, здесь в начале получается на тир 2 позиции знак вопроса, а на тир 4 золотой котик. То есть этот паттерн сочетает в себе два редких паттерна. Я даже не знал, что так можно. Но оказывается, так можно, да, вот видите, у меня, оказывается, даже такая экзотика есть в инвентаре. Я ее взял по дефу, и я больше, чем уверен, даже человек, который мне отдал, не знал, что здесь какая-то есть переплата. Только я в этом увидел какую-то переплату. Ну, опять же, я никакую переплату не увидел, если честно. Ага, здесь человек мне опять закидывает в минус 9% на стиле. Видите, аппетит это, чувак, подумнял немного, да, подумнял. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я считаю, что ты должен уходить в такой же минус, как ты мне закинул. Вот, на, держи, да, то есть, и все, и давай, принимай, потому что, ну, ни хрена себе, то есть, у меня, знаешь, минус 14%, это нормально, да, уводить. А сам минус 14%, я опять же даже заметил, он не минус, ну, то есть, он не дал мне в плюс, он мне закинул снова в охреневший минус. Ладненько, к черствам, и я уже понимаю, что с таким человеком вообще нет смысла иметь никакие-либо дела, как же, так же, как, в принципе, и здесь. У человека есть керамбит, есть дигл, и все, басаться не жить, наверное, надо мне. Ну, естественно, хрен бы с ними, пускай, если они думают, что я им буду переплачивать, пускай об этом думают. Дальше, минус 20%, на СТ, бродягу, я даже не буду делать какое-то предложение, потому что, что, правильно, мой инвентарь не мусорка, и здесь хотелось бы иметь красивые скины в инвентаре, чтобы вы могли со мной затрейдиться, при этом вам все терять как можно меньше, нежели обмениться с любыми другими сайтами. Привет, кунька, оцени, пожалуйста, обнял, приподнял, привет, конечно же, давай, оценим. Кстати, народ, тут такая фишка опять началась, что если вы переподпишетесь на канал, прожмете лайкосик, там, ну, прожмете колокольчик, это очень сильно мне поможет. Если у вас есть лишние 10 секунд в вашей жизни, вот, который у вас прям 10 секунд вообще ничего не изменит в вашей жизни, если вы потратите на это, я был бы вам очень благодарен. Дальше, плюс 8%, но у меня здесь имеется стак наклейка, за стак наклейку можно просить 100% от одной наклейки. Это как многие школьники меня пытаются заскамить и говорят, что нет, я не могу просить больше 10% от одной наклейки. Больше 10%, даже несмотря на то, что у меня их стак. Ну да, ну да, научите меня трейдиться, малолетние скамеры. Дальше, в минус 8%, здесь также еще имеется переплата за флот, я надеюсь, твоя мать, на катке как следует, мусданется башкой об лед и прилипнет. Дальше, минус 9%, ВВ, БС, БС, да, не в жизни, не в жизни, я не отдам красивых оперативников за этот мусор. Го трейд, нет, я не буду делать с тобой трейд по одной простой причине, да, здесь имеется переплата, но у меня также имеется переплата, о которой человек почему-то решил не смотреть, то есть не смотреть на флот, не смотреть на наклейки, вот у него есть переплата с наклейкой, и я не спорю, но я не буду за это переплачивать, потому что это ледяной уголь, мне такое нахрен не надо. Был бы интересен посмотреть на оценочку своего инвентаря, был бы интересен посмотреть на оценочку своего инвентаря. Я немножечко, конечно, не вкурю, но ладно, ну ладно. Ты, типа, как Кукол, да, типа, только Кукол любит, когда его жену там... А ты любишь, когда твой инвентарь... Да, обсирать. Всего самого моего лучшего, если можно, контрпредложение. А то не могу выбрать скинчик какой-нибудь дешёвый, а то траблы чуть-чуть. Ну, опять же, народ. Если у вас траблы, идите работайте, идите в метро, побирайтесь. Всегда есть какой-то шанс, а попрошайничество, ну, это прям пипец. Кубка сможешь подарить, пожалуйста, а то у меня день рождения. А меня недавно за сками, плюс трагедии в семье, что по чуть-чуть собираю, надо. Ну, слушай, я твою мать не ебал, извините меня за подробности, конечно, такие, чтобы я как-то скидывал с тебя на день рождения. Я даже тебе-то не прошу никого не дарить мне ничего на день рождения, это раз. Во-вторых, если у тебя какие-то траблы, их надо решать, а не ходить по стримерам и попрошайничать. Кто-то скажет, Кунька, ты слишком жесток, нельзя таким быть. Я вам расскажу один случай, когда так же ко мне пришёл попрошайка, говорит так-то, так-то, вот у меня там, блядь, мать канаве сидела. Можешь чем-то помочь, я сказал, могу только помочь тебе пристрелить, нахрен, чтобы ты больше не мучился. На что он ответил, злой ты, а вот там вот некоторые ютуберы, я закидываю гораздо меньше себе. Ну, то есть, получается, здесь овер за флот идёт порядка 900 рублей, то есть, если мы 900 рублей сюда поставим, не огромный такой минус будет, к сожалению. Да, хотелось бы ему больше минус закинуть, ну, 9% я себя прошу в плюс, но по сравнению с 26% это довольно-таки нормально. Вот, короче говоря, и он так ходил по известным ютуберам, стримерам на Твиче, ему реально некоторые люди отдавали деньги, а в итоге получилось так, что, ну, он по факту не болел ничем, у него всё было хорошо. Он просто делал в соцопрос, ну, естественно, деньги, которые он заработал, он оставил себе. А так, человек снова хочет, ну, давай-давай-давай-давай, поторгуйся со мной ещё, поторгуйся. Я сейчас делал вот так вот, лаз-предложение, а если ты мне сейчас опять делаешь контр-предложение, ты летишь в чёрный список, нахрен, овощи хренов. Кто-то скажет, кунька, ну, нельзя же, блин, так с людьми, ну, вот откуда он знает, сколько стоит его поношенный ультрафиолет? Легко, народ, вот, допустим, вот это всегда можно парировать, просто я терпеть не могу, когда люди заущают всяких даунов. Да, допустим, у него всего ультрафиолет здесь, а нет, кстати, у него тут ещё что-то не то есть, а у него ещё и модки есть. Ну, вот, короче, мы можем, ой, ой, не туда нажал. Так вот, мы можем всегда нажать вот сюда, и мы увидим, что ТП сдохло. Вот, переходим на торговую площадку и видим, что была продажа за 31, за 29, 34, 27, ну, то есть, такие прям 30 тысяч, то есть, у него отличие в десятку, в 10 тысяч рублей. Это прекрасно можно посмотреть вручную, не надо даже не навладеть никаким расширением и так далее и тому подобное. Достаточно просто видеть, как бы, глазами своими, какой ценник на твоём ноже. А он, напомню, серьёзно закидывает в минус 13 тысяч, ему вообще всё нормально. Минус 6%, но здесь, опять же, мелочь на мелочь, никак это комментировать не буду. Дальше я на этот мусор даже, ну, типа, не вижу смысла кидать какое-то предложение, потому человек, по-моему, инвентаря не хватит, если он даже захочет со мной обменяться. Так, ну, давайте проверим мою гипотезу, правильно ли я вспоминаю. Ну, да, в принципе, что тут у нас. Если, то есть, мы кидаем какое-то предложение, 900 рублей, когда здесь будет, это будет только нулина, напоминаю, да, то есть, это будет только нулина. То есть, весь инвентарь он закидывает, даже до нулины не дотягивает, понимаете? Вот, это ещё не нулина, это ещё не нулина. И вот это даже ещё не в ноль мне за счёт переплаты за флот. Опять же, когда я забирал это у подписчика, забирал этот ножик у подписчика, я переплачивал за это. И вот видите, опять же, да, типа, я переплатил, человек забрал, там, обменялся, довольно побежал играть с другими скинчиками. А я тебе, ну, извините, опять же за выражение, ебут с этим ножом, и вот всё никак не ебут, чтобы мне кинули нормально на него оффер. Удача продвижения, начал трейдиться, перегоняя со стима в баф, аккуратнее с такими перегонами, может что-нибудь плохое произойти. Чекай, чё чекать? Я, типа, я и хер его знает. Вишни хватит или ещё надо? Да вишни хватит, в принципе, у него и так, он, знаешь, это, как матрёшка себя ощущает, столько конусов и всё в одну в жопу влезает. Здраво, чуть позже ещё закину вопросик с 3К, сделал 7600. Для начинающего трейдера норм, отлично, я тобой горжусь, ты молодец. Дальше здесь минус 2%, я даже не буду делать конту-предложение, потому что, ну, камон, стес ланис, даже 0,20, это неплохо, конечно. Но, опять же, здесь 0,20 переплата, здесь 0,17 переплата, тоже помню, комментарии мне сказали, что за 0,22 золотой спирали нет переплаты. Да-да, охотно в это верю. Привет, Кунька, я твой подписчик, мой любимый фон, удачного трейда. Спасибо большое, спасибо, что повестил, какой фон тебе нравится, наберёшь ссори, приходи и трейдил, конечно же. На что можно мой калаш ко мне, скажи, пожалуйста, и кинь контр. Я уже с Вишней пообщался, он сказал, Кунька, нахрен нужно, не бери, иначе не будем. Но, кстати, флот на Юспе прикольней. Здорово, Кунька, удачных трейдов и стримов, спасибо большое, спасибо огромное за пожелание удачи. Сегодня, кстати, как мы видим с вами, стим не лагает, это меня радует. Кстати, вы видите кейсик, да, и мне выпал кейсик в конце игры. И в трейде вообще не разбираюсь, маму не трогаем. Давайте вот так вот, народ, мы сейчас все вместе, все вместе, будем смотреть, как это можно без, ну, как это, без, ну, вообще, если вы не трейдер, да. Берем, нажимаем, посмотреть на торговой площадке, потом нажимаем, посмотреть на торговой площадке. Есть, ну, у меня здесь в быстром поиске есть калькулятор. Так, теперь все, что нам надо, это сложить циферки. Это, ну, я понимаю, что многие, конечно же, владеют, то есть мы видим, даже не по автобану, давайте так, 594 рубля, без копеек. Так, 594 рубля, минус, да, и переходим сюда, смотрим внимательно, так, 298, минус 298, равно, человек закидывает мне в минус 296 рублей. То есть цена его скина 298, и чел закидывает в минус 296 рублей. Товарищи знатоки, вопрос, как сильно надо и глубоко засунуть ему морковку в жопу, чтобы витамины дошли в мозг, и человек понял, что даже для того, чтобы кинуть нормальный трейд, не обязательно владеть трейдингом, не обязательно владеть расширениями. Достаточно уметь открывать одно приложение, называющееся калькулятором. Это, наверное, урок, ну, за первый класс, если не меньше. Ага, тут человек со мной решил поторговаться, ну, удачи тебе, конечно же. Да-да, охотно, охотнейше хочу с тобой поторговаться, опять же, если верить наставникам, всяким трейдерам, которые говорят, я делаю размен, ты обязан мне переплатить. Естественно, это правило в жопу и в рот тоже, да, как говорится. Вот, ну, конечно же, я делаю размен, то есть мой ножик дороже, получается, я делаю доунгрейд своего ножа, я ему еще и должен переплатить. А вам, ну, хуй, тряпочка не протереть после жопы вашей матери, просто я думаю, у вас инцест это делает семейный все-таки. Переходим в инвентарь, и что я вижу? Здесь я вижу вот такой вот классный авик, да, вот, сейвей пауэр, здесь находится он на скопе, на топ-1 позиции. Все разлетел ко мне какой-то рандомный чел, типа, кунька, давай обменяемся, мы обменялись, короче, и все. Он ушел довольный с новым скинчиком, я остался довольный с хорошим стикеридом. Дальше здесь, оу, народ, что это такое? Это мой очередной геморрой, очередная дырка, боль с задницы. 0.21 флот на Азиму считается очень дорогим, потому что у Азиму ограниченный флот рейндж до 0.18, сами понимаете, да, уже насколько это чисто. Вот, и, конечно же, Дигнас здесь на скопе, кто-то скажет, кунь, что же ты за это отдал? Ни хрена я за это не отдал, я взял это по автобаю. Да, на полном серьезе, такое можно уловить по автобаю, такое бывает крайне редко, но иногда все-таки крайне редко, да метко. Почему это геморрой, моя дырка, боль с задницы? Потому что здесь переплата 200 юаней, это не считая переплаты за наклу. Чисто за флот переплата 2000 рублей, ну, практически, там 1700 рублей, да, по бафу, естественно. Поэтому, о-о-о, чувствую, будет круто. Ой, что-то, честно, я здесь на днях чувствую. Ладно, что у нас тут дальше? Это также залетело по автобаю. Это, ну, блин, я типа поставил автобаю, поставил там в кайсочку. Думал, может, выпадет новый кейс, в итоге новый кейс так не выпал. Это также, и это залетело по автобаю. Даже, знаете, какого-то рода прикольно, типа, огонь и вода, красный и синий. Вот, но сегодня, к сожалению, смех смехом не было выгодных сделочек. Потому что, кто знает, тот знает, на моем канале действует челлендж. Сегодня я богаче, чем вчера, в чем-то, что челлендж я каждый день должен принимать плюсовую сделочку. От 6%, плюс, ну, от 5%, плюс, плюс еще стоимость инвентаря. То есть, 5% и желательно 656 рублей, чтобы выходило чистого профита. Со вчерашнего трейда я смог его ловить где-то, наверное, в районе 700 рублей. Сегодня вообще не было никаких нормальных трейдов. Но, ради правды, сегодня сдох сайт кейсготрейд. А сегодня кейсмани тоже оставляет желать лучшего. Пришлось использовать старые скриншоты для объявлений. Вот, так что вот такие дела, народ. Также хотелось бы вам напомнить, что если вы хотите что-то из этого затрейдить, вы можете выбрать абсолютно все скинчики. Даже те, которые вы видите сегодня в трейдбане. Допустим, Азимов 0.21. Мало ли вы, плеер, который просто мечтает о чистом, максимально чистом почти, что Азимов еще и плюс с наклеечкой, это уже все вышло из трейдбана. Связано это с тем, что я выкладываю видеоролик, и он 7 дней дозревает на канале. И после того, как он дозревает, получает монетизацию. После этого он только выходит в свет, и вы его видите. Я прекрасно понимаю, что кто-то не знает, сколько здесь переплата за наклейки. Ой, за наклейки, за флот. Сколько здесь переплат за флот. Или здесь, допустим, за флот и наклейку. Поэтому, народ, вы просто переходите по ссылке в описании, выбирайте скинчики, которые вам интересны, выбирайте скинчики, которые готовы отдать. И подпишите, кунька, если что, я плеер, я не шарю и сделаю контр. Я посмотрел, вы, допустим, сразу дали хорошее предложение, такое тоже бывает. Я, ну, опять же, вот этот калаш, мне чел-подписчик залетел, просто дал сразу хороший трейд, я сразу его принял с удовольствием, и все. И мы с ним обменялись. Вот, либо я сделаю контр-предложение, либо просто отклоню. Так что, в любом случае, при любом из ситуэшенов, да, сложившейся, ваша мамка не пострадает. Поэтому переходите по ссылочке в описании, со мной обмениваться гораздо выгоднее, нежели с любым другим сайтом. Можете сами это проверить. Ну, а на этом у меня сегодня все. Спасибо вам огромное за ваши лайки, подписки, комментарии. Народ, они очень сильно меня мотивируют делать видосы дальше. За это каждому из вас огромнейшее спасибо. Ссылочки, которые вас смогут заинтересовать, будут в описании. Ну, а с вами был, как всегда, кунька. Желаю всем позже подружек, адекватов, тимуэтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ.